Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели! В эфире традиционная наша программа «Информационная война». Сегодня у нас среда, 16 декабря. 546-546, телефон не меняется. Мы сегодня с вами обсудим новости этой среды предыдущих дней. Можно звонить в студию, задавать любые вопросы по различным аспектам информационной работы. А я хочу, пока первый телезритель или радиослушатель дозванивается, остановиться на вопросах нашей Конституции. Несколько дней назад Владимир Путин подписал закон, который наделяет Конституционный суд Российской Федерации правом принимать решения, которые бы аннулировали решения международных инстанций, в частности Европейский суд по правам человека, по обращению президента правительства или парламента, в том случае, если будет принято решение, что они противоречат Конституции Российской Федерации. Произошел достаточно интересный исторический факт, когда приоритет международного права над законодательством Российской Федерации преодолен. И теперь мы с вами вернули больше государственного суверенитета, чем у нас было, например, со времен 1991 года. Кстати, по вопросам Конституции есть очень важный нюанс, который, мне кажется, телезрителям нужно знать. В последнее время вы обратили внимание, что появилось огромное количество обращений, такое целое движение за смену Конституции. То есть Конституция наша была оккупационная, и ее надо заменить. И в принципе, были достаточно убедительные обоснования. Но хочу обратить внимание, что даже глава Следственного комитета Бастрыкин, когда делал заявление не так давно, в пределах полугода назад, о том, что приоритет международного права над российским законодательством недопустим у суверенного государства, речь не шла о смене всей Конституции. Речь шла именно о пункте 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации. И это очень важно. То есть когда вы услышите, что некоторые люди будут кричать, что давайте сменим всю Конституцию и заменим ее на суверенную, то надо очень внимательно проследить за тем, что там будет насчет территориального самоуправления. Дело в том, что наша Конституция, при всем при том, что она писалась, конечно, и под диктовку американских советников, тем не менее, сдача бескровная Советского Союза, которая происходила в конце 80-х, в начале 90-х, все равно шла в договорнике. И там были прописаны некоторые положения, которые, кстати, есть и в Конституциях других постсоветских республик, которые, между прочим, четко прописывают местное самоуправление как возможность для развития государства. Например, на Украине это были так называемые территориальные громады. Кстати, отличие местного самоуправления на Украине, территориальные громады, от российского ТОСы, территориальное общественное самоуправление, заключается в том, что там организация одноходовая, только протоколы собрания жителей, живущих на территории, и уже сразу сформирована и сама громада, и орган, управляющий, выборный орган, который управляет этой территорией. У нас в Российской Федерации двухходовая процедура, когда сначала создается ТОС, территориально-общественное самоуправление, а потом создается МСУ, местное самоуправление, как орган, управляющий этим ТОСом. То есть двухходовочка. Зачем, почему это важно? Дело в том, что в последнее время президент Путин и многие спикеры, которые выражают его точку зрения, очень много говорит о земстве. Что такое земство? Это и есть местное самоуправление. Это древнее, старое российское название именно того, что сегодня называется ТОСом, а на Украине называется территориальными громадами. В качестве примера, что такое территориальные громады или ТОСы с точки зрения управления территорией, с точки зрения влияния вообще на состояние дел, я хочу вспомнить город Славянск, который, если вы помните, за несколько месяцев до начала войны, там был конфликт, связанный с тем, что эти земли отошли под раздел одной голландской компании под названием Royal Dutch Shell, и только протокольное собрание членов территориальной громады, когда сказали, да пошли вы, привело к тому, что там пять человек уперлись, что и даже посадки в СБУ даже ничего не могли сделать, потому что в Конституции прописано, что приоритет местного самоуправления над всеми другими органами власти, он первичен. И ни СБУ, ни Конституционный суд ничего не могли сделать, и в конце концов все уперлось в то, что только частная военная компания может этот вопрос решить. То есть я хочу сейчас привлечь общественное внимание людей к этому вопросу по одной простой причине. Часто идут споры, где русская идеология, почему она не прописана, в чем она состоит. Многие люди говорят о том, что Советский Союз это была панацея от всех бед, а капитализм это плохо. На самом деле за всю историю человечества основная проблема государственного управления либо самоуправления заключалась в том, что всегда был господствующий класс, господствующая социальная группа. Это были капиталисты, феодалы в разные времена и другие социальные слои. Формально после 1917 года это был пролетариат и беднейшие слои крестьянства и солдаты, но тем не менее эта власть никогда не выражала интересы всего народа. А вот земство, как форма, которая подразумевает и рынок, и план, но тем не менее выражает интересы всех людей, живущих на этой территории, это прогрессивный шаг вперед. И мы об этом сейчас поговорим. Давайте примем первый звонок. Добрый вечер, слушаем. Добрый вечер, добрый. Вопрос можно задать? Нужно, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Задаю такой вопрос. В свое время, в 89-м, по-моему, году, Советский Союз, еще бывший, подписал Международную конвенцию о защите прав ребенка. Во что эта конвенция выросла в ряде стран Запада, вот, мы все, ну, грамотные люди достаточно хорошо знают. Вот такое довольно страшное явление, как ювенальная юстиция. В отдельных странах оно приняло явление ювенального фашизма, буквально в смысле слова. Вот. Были попытки введения этого явления, как в России, есть такие лоббисты, как Альцюллер, Быков, или Зыков, как его зовут, не помню уже. Вот. Значит, у меня вопрос. В связи с тем, что вы сказали, значит, это, это бы есть противодействие? Спасибо за внимание. Я очень много занимался темой ювенальной юстиции еще во времена Украины, и даже здесь, в Севастополе, в Крыму мы проводили ряд конференций, посвященных ювенальной юстиции. Там приглашались и представители духовенства, представители предпринимательства, общественные организации. Механизм этой ситуации прост. Дело в том, что принудительное изымание детей и семей, которое практикуется в Европе, оно, кстати, практикуется не только за последние 10 лет. В Швеции проводились эксперименты по насильственному изъятию и в 30-е годы. А вообще, во времена даже крестовых походов и так далее, детей изымали из семей, даже не в крепостных районах, а, скажем, в городах, которые имеют там, ну, городское, муниципальное право, это практикуется достаточно давно. Это западноевропейское цивилизационное изобретение. Оно заключается в том, что, ну, поскольку дети — это товары, их можно перевоспитывать, то места, где, например, дефицит молодого там населения изымается и переселяется, это такая, знаете, демографический инструмент. Сейчас он приобрел ужасающие размеры в связи с тем, что легализация однополых браков в Западной Европе и особенно то, что эти семьи, которые формируются из однополых там существ, ходящих по земле, да, их начинают датировать для того, чтобы их наделить всеми правами семьи. И их им позволяют усыновлять. Где брать детей, возникает рынок, возникает спрос, и вся эта цепочка по изъятию и усыновлению — это на самом деле колоссальный криминальный бизнес, в котором заинтересованы ну, мощные финансовые структуры на Западе. Соответственно, все законодательство, которое принимается в этом отношении, либо экспериментальные такие пилотные проекты во времена Украины. Это было, кстати, как ни странно, город Севастополь, это была Полтава, это были еще несколько регионов. Это попытки сделать то же самое и происходят и на территории Российской Федерации. Противодействие этому достаточно, ну, и простое, и сложное. То есть, поскольку речь идет о юридических заковыках, то, естественно, нужно общественникам, прежде всего, общественным организациям, представляющим интересы людей, живущих на тех или иных территориях, очень четко и очень квалифицированно отслеживать вообще ситуацию, она криминальная, по большому счету. То есть, когда приходят непонятные санитары, тоже, как правило, гомосексуалисты, и начинают под выдуманными предлогами отнимать детей, это уголовное преступление, которое должно сразу же получать ответ. То есть, нужно возбуждать все органы власти, которые должны контролировать права семьи. Ну, и с юридической точки зрения, когда конвенция о правах ребенка, то отрывать права ребенка от прав семьи и не делать семью ячейкой первичное общество, при которой ребенок ни при каких обстоятельствах не может быть изъят из семьи, даже если там семья не совсем благополучная. Тем не менее, она, как правило, неблагополучная не по своей вине, а исторически так сложилось. То есть, общество у нас далеко не идеальное и далеко несправедливое настолько, чтобы мы могли семьи наказывать за те или иные временные провисания в материальном состоянии, есть ли в холодильнике те же апельсины или мандарины и так далее, и так далее. То есть, бороться с этим надо и, хочу подвести к теме первичной, которую я начал, территориальное самоуправление, которое на самом деле обладает колоссальной юридической силой. То есть, представьте себе ситуацию, вот мы находимся в старом городе, у нас здесь улицы, ну, местами заасфальтированы, а местами далеко нет и не очень. А представьте себе, что в старом городе образовывается ТОС, то есть собирается сход граждан, которые при наличии 30% голосов от всех жителей, живущих на этой территории, принимают решение о том, что мы создаем территориальное общественное самоуправление. Эти протоколы, копии их, отправляются к президенту Российской Федерации, в прокуратуру, как надзорный орган, который следит за исполнением законодательства. И в ряд еще инстанций. Далее, следующим этапом мы создаем так называемый МСУ. Это аппарат, выборный аппарат, который управляет этой территорией. Этот МСУ, местное самоуправление, оно может быть как с открытием юридического лица, так и без открытия. Я сейчас подойду к ювенальной юстиции. Как только возникает юридическое лицо МСУ, которое управляет вот этим территориальным общественным самоуправлением, появляется возможность получения бюджетных средств, ну, например, на благоустройство территории, на строительство тех же дорог, на асфальтирование этих дорог. Причем эти деньги могут быть прямым платежом, направленные на счет этого МСУ. Причем МСУ может нанимать подрядчиков, а может и само изыскивать возможности на своей территории реализовать эти деньги с требованиями качества, с проверкой счетной палаты и так далее, и так далее. То есть там возникает целый орган местного самоуправления, который по Конституции, статья 3, пункт 2, вообще стоит пунктом первым. Народ осуществляет свою власть непосредственно, то есть без посредников и напрямую, а также через запятую при помощи органов государственной власти и местного самоуправления. То есть если написать первое, второе, третье, то местное самоуправление, народ, который формирует органы, он стоит на первом месте. Как он может в Конституции, кстати, очень подробно расписаны все права и обязанности, и с этой точки зрения Конституция на самом деле у нас не такая уж и плохая. То есть когда вы услышите, что кто-то кричит, давайте Конституцию вот просто смахнем и напишем новую, суверенную, то надо посмотреть, а что там будет с правами граждан с точки зрения самоуправления. Потому что президент, который неоднократно заявляет о земстве, он-то упирает на что? Дело в том, что органы местного самоуправления, это что касается ювенальной юстиции, они имеют возможность определять вообще порядок всего, что происходит на их территории. Это не ТСЖ, не Содружество владельцев жилья или недвижимости, которое подчиняется жилищному кодексу. Это федерального уровня образования, которое подчиняется вообще законодательству на уровне Конституции. И, соответственно, оно является еще и законодательным инициатором. И все, что касается законов, которые на этой территории не противоречат Конституции и так далее, там есть определенные сдержки и противовесы, но тем не менее люди, живущие на той или иной территории, могут влиять на все западные инновации, которые нам тут навязываются, естественно, не за просто так, и таким образом регулировать, выравнивать вот этот крен, который сложился за последние десятилетия. Таким образом можно решать и эту задачу. То есть сегодняшним эфиром я хочу просто всего лишь обратить общественное внимание на такую очень важную часть. Конституция у нас не самая плохая, она писалась и американским плечом, но, похоже, и не только. И там есть прописанные вещи, которые прописаны в Конституциях всех постсоветских республик, которые направлены на то, что люди, живущие на земле, могут самоорганизовываться, могут организовывать территориальное самоуправление по-украински, это территориальные громады, могут создавать органы местного самоуправления, которые приоритетны над всеми остальными органами. Это не должно вызывать никаких конфликтов с существующими органами государственной власти, во-первых, потому что этот процесс достаточно небыстрый. Но вот сегодня на завтра никто не пойдет собирать собрания, хотя могут, потому что для этого требуется понимание, знание, квалификация, определенные юридические знания, и должны быть просто харизматичные люди. Харизматичные люди, которые управляют домовыми комитетами, они в природе есть. Но люди, во-первых, не знают о таких возможностях, а я сразу отсылаю к институции, в которой это все расписано, я сразу отсылаю к 131-му федеральному закону, который регулирует вопросы самоуправления, к 65-му федеральному закону, который регулирует вторые по приоритету выборы государственных органов, и, в общем-то, поинтересоваться просто вопросами, связанными с вот этими делами. Президент сказал следующую фразу, что управлять этой страной должны граждане. Толпоэлитарный характер нашего общества, который, кстати, и в Советском Союзе был толпоэлитарный, был слой элитариев, которые, в общем-то, были так называемая партноменклатура, которая получала лучшее образование, получала там и спецпайки и так далее, и был просто рабочий класс, который якобы был от имени его, осуществлялось управление. Все равно есть разница между знаниями. Так вот, в тот момент, когда у нас появится земство, это не капитализм и не социализм, это когда появятся структуры на территории, в которых от мала до велика через семьи, через сходы, через коммуникацию, через, в конце концов, счет казначейский, на который можно будет получать федеральные субсидии или инвестиции на строительство дорог, либо на этот счет можно получать из налоговой администрации местные налоги напрямую, то есть есть и такие возможности, и они прописаны в российском законодательстве, то моя задача сегодня просто подсветить вот эту тему, потому что люди об этом не знают, и очень многие, кстати, элитарии на сегодняшний день говорят, что в Российской Федерации система ТОСов не работает. Это не совсем так. Она работает, она работает не так, как хотелось бы, об этом в Кремле очень много говорят. Это связано прежде всего с тем, что нужно повышать общеобразовательный уровень граждан. То есть граждане не знают своих прав и возможностей, граждане этим не интересуются. Для них вот этот сухой перечисление возможностей статьи Конституции, статьи федеральных законов, статьи подзаконных актов, для них это как за семью печатями, они туда даже не идут. Но если создать общественное, знаете, такое настроение, когда люди будут знать об этом, будут интересоваться, то примерно в пяти, семи, десятилетней перспективе мы сможем с вами построить общество, которое будет само себя гармонизировать. Оно будет, во-первых, все люди будут посвящены в той или иной степени в управленческие знания, в царские знания. Все общество будет подтягиваться с точки зрения просто даже личных навыков, потому что управленец это не только человек, который очень важно задирает нос и отдает команду. Управленец это тот, который умеет говорить, как управленческая дисциплина, умеет писать документы оборот, которые необходим для управления, который умеет организовывать структуры, писать приказы, писать весь документ оборот, который необходим для функционирования структуры, который умеет функционировать, взаимодействовать с органами государственной власти, налоговая служба, прокуратура, другие силовые ведомства. И таким образом выстраивать вот эти связи, вот эти, я думаю, шпалы, ребра, которые будут держать все общество. И на самом деле вот наш внешний вид городов, сел, людей, домов, он изменится колоссально. Кроме того, что люди начнут жить лучше, они будут более рачительно использовать ресурсы, которые зарабатываются на их территории, они будут более государственниками и менее, знаете, вот такая вот есть психология, да там хоть трава не растит. То есть это не мое, я к этому не имею никакого отношения, бросил окурок и так далее. У нас до Симферополя-то грязный почему? Не только потому, что коммунальные службы как-то не успевают, а еще и потому, что у нас такой вот сложился за, ну, наверное, больше, чем за 20 лет такой менталитет. Да, это же все равно не мое, это еще с советских времен тянется. Так вот, в тот момент, когда это станет мое, когда каждая семья, входящая в ТОС, будет четко связана круговой порукой. А круговая порука в ТОСе, это очень большая, круговая порука этому словосочетанию, ну, какой-то негативный есть, знаете, такой оттенок, связанный там с коррупцией, либо еще речь идет о круговой поруке всех семей, всех родов, которые живут на этой территории, которые самоуправляются, которые считают деньги, которые есть на счету, которые своими руками убирают, вымывают и создают нормальную среду для обитания. Вот эта круговая порука, она дорогого стоит. И вот если, например, на территории города возникнет несколько ТОСов территориальных общественных самоуправлений, когда люди начнут это чувствовать как свое нутро, вот тогда мы с вами и сможем построить общество, которое автоматически появится идеология. То есть раньше была идеология пролетариата, это в Советском Союзе. То есть пролетариат, движущая сила, он устанавливает правила для всех других социальных слоев. И в принципе другие социальные слои в какой-то степени были обижены, а их потомки обижены на коммунистов до сих пор. До этого были помещики-капиталисты, которые устанавливали правила для сначала крепостных крестьян, рабочих, а потом для якобы освобожденных. Но в принципе обида была такая большая, что это закончилось сначала февральским переворотом, а потом октябрьским контрпереворотом. И тоже обида была такая, что эта гражданская война в принципе даже в потомках до сих пор не завершена. Тоже непорядок. А вот когда у нас не будет движущей силы с точки зрения правящего класса, а когда люди насквозь, через все социальные слои, рабочие, бюджетники, предприниматели, причем предприниматели как в плановой экономике, так и с частной инициативой. Вот задают вопрос, а что лучше, капитализм или социализм, плановая экономика или рынок? Речь идет о создании экономики здравого смысла, потому что в некоторых случаях необходима плановая экономика, особенно это касается инфраструктурных проектов, это железные дороги, это транспорт, это почта, это все, что связано с коммуникацией и так далее, и так далее, недра и так далее. А все, что связано, например, с ресторанным делом, с отелями и так далее, это частная инициатива. И кто сказал, что это одно другое исключает? У нас философия русской идеологии, она не или-или, а она скорее и-и. Мы объединяем разные идеи, разные технологии и создаем ситуацию, при которой разные народы, разные вероисповедания чувствуют себя комфортно. У нас, кстати, этому посвящен целый праздник, который называется День Русского Единства, 4 ноября, напоминаю. Это тоже идеология, это тоже идеологический праздник, который идет в том же самом направлении. Исходя из этого, хочу сказать, что тема территориального самоуправления или земства, если вернуться, или территориальных громад, как это звучало на Украине, эта тема чрезвычайно актуальна. На нее дана санкция на всех уровнях. Она должна, эта тема должна заинтересовать всех людей просто хотя бы для того, чтобы поинтересоваться, почитать существующую конституцию, почитать 131-й федеральный закон, поинтересоваться в интернете, какие регионы Российской Федерации развивают эту тему наиболее активно и подумать над тем, каким образом улучшить среду обитания на той территории, на которой вы живете. Это чрезвычайно важное государственное дело, оно ни в коем случае не должно порождать конфликты между разными видами управления, оно должно поднимать интеллектуальный образовательный уровень всех людей, живущих на территории, и даже детям в школе нужно преподавать основы управления, особенно основы управления с точки зрения местного самоуправления. Это знания, которые относятся исторически к категории царских, которые, ну, в общем-то, не преподаются. Люди, более-менее состоявшиеся управленцы, это все набивают на своих шишках, на своем личном опыте, а можно этот опыт, ну, как бы передать и сделать большую преемственность поколений. И в связи с этим мы с вами все начнем жить лучше. Вот эту тему я хотел, в общем-то, сделать центрально сегодняшнего эфира, но в завершении выпуска хочу коснуться событий на Украине. Во-первых, там, помните, выносили Яценюка, он вышел за трибуну, его там вынесли, к этому событию относиться нужно чрезвычайно спокойно. На самом деле этот фарс всего лишь замаскировал тот факт, что отмену смещения Яценюка откладывается, потому что сам даже переход от Яценюка к Саакашвили, технический переход с точки зрения управления, он влечет за собой срыв управления, потери управляемости даже над той государственностью, которая существует на Украине. Поэтому вот таким вот путем вопрос был замаскирован. То есть фарс, да, они же там все время дерутся, да, они идиоты, но тем не менее Яценюк, как вписанный уже в схему управления, он остался, этот вопрос был снят, как ни странно. Там дальше возникли какие-то скандалы, тоже маскирующие, но Яценюк остался, и это, в общем-то, стратегическая позиция тех же Соединенных Штатов Америки. Приезд Байдена, который осуществился в Киеве, который вот был на днях, где достаточно странное было заявление, когда он проголосовал или предложил рассматривать как необходимое к исполнению идею украинских Соединенных Штатов, то есть фактически та же федерализация, разделение на отдельную управляемость самоуправляемой территории, фактически это противоречит тому, чем Украина занималась на протяжении двух лет войны с Донбассом, который за федерализацию-то, собственно, и выступал. По большому счету американцы, которые сейчас сказали об этом, они либо говорят, что они теряют Украину из управления и признают это, либо у них есть длинная многоходовка, связанная с тем, чтобы превратить Украину в управляемый хаос вообще на всей территории и таким образом стравливать даже разные территории. Но это мы, конечно, посмотрим. В любом случае, перед программой мне многие телезрители и коллеги задают вопрос, так, ну, вопросы войны и мира, будет война, не будет война. Сам приезд Керри в Москву, он олицетворяет не то, что американцы торгуются за Сирию и Украину и пытаются там чем-то заторговаться, речь идет о том, как договориться, чтобы не допустить сползания мира, в общем-то, в любой конфликт. И на самом деле, с точки зрения маневрирования, с точки зрения того, что мы с вами живем в достаточно непростое время, я думаю, у нас есть все шансы не только Новый год встретить при свете, при счастье и при больших надеждах на будущее, но и шестнадцатый год у нас будет более-менее стабильным и более-менее понятным. В эфире была информационная война. Встретимся с вами в пятницу. Спасибо за внимание.